Управление реальностью – это способность создать именно ту жизнь, которую вы хотите. Это возможность воплотить в жизнь всё, что пожелаете, и стать автором собственной истории. Многолетние исследования силы мысли от разных авторов – это встреча науки и мудрости. Это философия и практика саморазвития, которая поможет вам прожить лучшую жизнь. Вильям Уокер Аткинсон представил подобную концепцию ещё в 1906 году. Одной из самых популярных книг и по сей день остаётся написанная в 1937 году «Думай и богатей», где автор Наполеон Хилл утверждает «Ты – хозяин своей судьбы. Ты можешь влиять, направлять и контролировать свою реальность. Ты можешь сделать свою жизнь такой, какой захочешь». С тех пор многие известные мыслители писали о силе притяжения в той или иной форме. А Вадиму Зиланду удалось создать целостное систематизированное учение трансерфинг, которое охватывает все сферы жизни и объясняет причинно-следственные связи. Квантовая физика научила нас, что всё во Вселенной состоит из энергии. Мы состоим из энергии. Стул, на котором мы сидим – это энергия. И небо над нами тоже состоит из энергии. Другими словами, вся физическая материя представляет собой чистую энергию. Что отличает одну вещь от другой, так это частота вибрации и плотность атомов, из которых она состоит. Частота вибрации может быть высокой, низкой или промежуточной. Закон притяжения гласит, что подобное притягивает подобное. Это означает, что высокочастотная вибрация вызывает соответствующие высокочастотные её проявления, а низкочастотная вибрация вызывает такие же низкочастотные её проявления в реальности. Наши мысли, эмоции и чувства тоже состоят из энергии. И разные эмоции имеют разные частоты. Когда мы меняем свои мысли, мы меняем то, как мы себя чувствуем. И какие эмоции испытываем. Что, в свою очередь, меняет всю нашу вибрационную частоту. Этим мы притягиваем в свою реальность то, что соответствует этой частоте. Если мы изменим наши мысли и реакции, мы сможем изменить нашу вибрацию. И в конечном итоге – нашу реальность. На экране вы можете видеть пример наших чувств и эмоций, соответствующих самым высоким вибрациям и самым низким. Начиная от безусловной любви, благодарности и великодушия, до чувства вины, ненависти и страха. Вы можете сохранить эту шкалу, чтобы время от времени проверять, на каком сейчас уровне находитесь вы. Чтобы взять под контроль то, что происходит в вашей жизни, нужно прояснить свои цели. Проще говоря, вы не сможете добраться туда, куда хотите, если не знаете, куда направляетесь. Поэтому, прежде всего, вам необходимо иметь ясность в отношении того, что вы хотите, чтобы Вселенная вам предоставила. Давайте разберемся, почему точно знать, чего вы хотите, а затем визуализировать это, так важно для управления реальностью. Когда мы создаем в уме какой-то образ, наш мозг реагирует так, как будто это происходит на самом деле. Для мозга, на удивление, мало разницы между переживанием события непосредственно во внешнем мире и красочно воображаемой визуализацией того же события. Например, если мы представляем себя в стрессовой ситуации, наш мозг отреагирует так, как будто это происходит на самом деле. Наша нервная система подготовится к борьбе или бегству и произведет гормоны стресса, кортизол и адреналин. Это заставит наше сердце биться быстрее, дыхание станет короче и кровяное давление повысится. Представляя себе стрессовую ситуацию, мы создаем буквальный и физиологический стресс для своего организма. И напротив, если мы представляем себя в спокойной и безопасной обстановке, наш мозг заставит нервную систему успокоиться и побудит тело расслабиться. Образы, которые мы формируем в уме, вызывают физиологические изменения в нашем теле и, следовательно, обладают силой влиять на реальность. Представляя, что у нас есть то, чего мы больше всего желаем, мы создаем физиологическое изменение, которое сместит нашу энергетическую вибрационную частоту и, следовательно, по закону притяжения определит, что мы привлекаем в свою жизнь. Более того, когда мы начинаем регулярно практиковать визуализацию желаемой реальности, наш мозг реагирует, изменяя наши модели поведения и наши реакции в соответствии с поставленной целью. Мы становимся более восприимчивы и открыты для новых возможностей, которые будут соответствовать нашим визуализациям. Мы начинаем замечать двери, ведущие к нашим целям. Визуализациями мы буквально настраиваем свой мозг на то, чтобы вести нас к желаемой цели. Чем детализированнее визуализация, тем более мощные вибрации она создает. Будьте максимально конкретны, когда создаете свою мечту. Например, если вы представляете дом своей мечты, можете ли вы указать количество спален и планировку, цвет входной двери и представить, какие цветы в саду. Однако настоящий секрет эффективной визуализации, который многие упускают, заключается в том, что мы должны погрузиться в ощущение обладания. Помните, мы привлекаем то, что чувствуем. Когда мы визуализируем, что хотим, а затем создаём эмоциональный опыт обладания этим, мы меняем частоту своих вибраций. Итак, когда мы представляем, например, дом нашей мечты, мы также должны представить, каково было бы на самом деле жить там. Чем отчётливее мы сможем создать ощущение обладания желаемым, тем легче это к нам придёт. Всякий раз, когда мы используем наши визуализации, чтобы создать внутри себя чувства, такое как удовлетворение, радость, уверенность или любовь, мы повышаем частоту своих вибраций. Бывают такие ситуации, когда вы сами не можете себе ответить, какую работу хотите, где хотите жить и как ваша жизнь должна выглядеть через год. Возможно, вы находитесь в поворотном моменте своей жизни, когда ищете перемен, но не знаете, в каком направлении двигаться. Если это так, то стоит сфокусировать свои визуализации на том, как вы хотите себя чувствовать. Например, вы можете захотеть почувствовать себя более уверенным, более удовлетворённым, влюблённым. Визуализируя своё идеальное будущее, представляйте не только то, что вы хотите воплотить, но и ощущение себя человеком, которым вы хотите быть. Спросите себя, как эта версия вас чувствует себя физически и эмоционально. Как эта версия вас ведёт себя изо дня в день. Каких привычек придерживается. Получите ясность относительно того, кем вы хотите быть. Знайте, эта версия вас уже существует внутри вас. Дремлет, но терпеливо ждёт, чтобы её воплотили в жизнь. Перед тем, как погрузиться в визуализацию, лучше провести небольшую медитацию, чтобы очистить разум от ненужных мыслей и войти в точку осознанности. Для этого нужно принять удобную позу в тихом месте и сфокусировать своё внимание сперва на дыхании, затем мысленно просканировать всё своё тело, свои мышцы, на возможное напряжение, зажимы, расслабляя их. Находясь в этом расслабленном состоянии, позвольте своему воображению перенести вас вперёд во времени. Начните создавать свою визуализацию, наполняя её красочными деталями и вызывая сильные чувства и эмоции. Повышение своих энергетических вибраций через визуализацию желаний – это мощный инструмент для трансформации вашей жизни. Представьте себе, что ваше сознание – это антенна, которая притягивает к вам то, на что вы настроены. Когда вы визуализируете свои желания, вы настраиваете эту антенну на частоты радости, благодарности и изобилия. Когда вы представляете себе свои цели как уже достигнутые, вы создаёте ментальные образы успеха и счастья. Это не только улучшает ваше эмоциональное состояние, но и мотивирует вас действовать в направлении своих целей. Вы начинаете замечать знаки и открывшиеся двери, которые раньше могли бы остаться незамеченными. Мир начинает откликаться на вашу внутреннюю настройку, и вы привлекаете в свою жизнь людей, события и ситуации, которые способствуют вашему развитию и успеху. Продолжение следует... Продолжение следует...